Так, Максим, для начала представляемся. Кормушкин Максим Викторович, общественный деятель, издатель книг на Катынскую Медновскую тематику. Итак, что здесь сегодня произошло? В чем это событие? Почему оно так важно? Ну, фактически, сегодня произошло историческое событие, которое в соответствии с представлением прокуратуры Центрального района, вот в 2019 году, в октябре, было вынесено представление о том, чтобы снять с здания Медицинского института, Медицинского университета Тверского, вот эти две таблички. И сегодня, фактически, историческое событие перед 75-летием Победы. Мы по всем рупорам, каналам, СМИ, там, говорили, что мы предлагали эту табличку, собственно, приехать в польской стороне, снять ее и какую-то обеспечить судьбу дальнейшую. Но ни на меня, ни на каких-либо других общественных деятелей, ни на мемориал, ни на кого не выходили никакие люди. Поэтому, в соответствии с законом, сегодня эти таблички были демонтированы. Мы, как представители Тверской общественности, у нас есть целое сообщество здесь людей, которые мы проводим круглые столы, совещания, там, на историческую тематику. Мы готовы обеспечить достойное хранение этой таблички. И в случае, если выйдет какие-то представители, законные владельцы этой таблички, или какие-то организации, готовые взять на себя ее, так сказать, экспонирование, дальнейшую судьбу, потому что мы готовы их передать. Дело в том, что хоть эта табличка была незаконно установлена на здании Медакадемии, не имея никаких исторических на то оснований, но она сама по себе представляет собой уже историческую память. Исторический память не хватит, реликвию определенную. Потому что вот эти перипетия, сколько судеб вокруг этого, сколько было сломано копий противники, сторонники этой версии. То есть, и вот сегодня, наконец, восторжествовал какой-то, скажем так, здравый смысл, который подтверждается историческими документами, и что не было вот этих вот, законом не установлено вот эти все расстрелы и прочее. И, значит, вот в результате всех этих событий, как бы, да, длительных, она приобрела сама по себе уже некую ценность историческую. И я, например, считаю, что у нее достойное место есть и на мемориале Медная, с определенным комментарием, с определенными, так сказать, пояснениями, что это за табличка, откуда она взялась, как была повечена, как она была снята. Вот. Ну и мы не только хотим обратиться с тем, чтобы эту табличку сняли, ведь еще есть у нас установлено два факта, Маловейский, Кулиговский, жетоны, которые найдены были под Владимиром Волынским. И мы хотим вот обратиться к тем же Катынским семьям и прочее с предложением на украинском, на польском языке под Владимиром Волынским установить некую памятную доску тоже с фамилиями Маловейский и Кулиговский. И, может быть, это как-то связать вот с этими табличками, которые на мемориале Медная. Может быть, переместить их туда или еще как-то. Ну, то есть, постепенно мы восстанавливаем крупицы за крупицей, вот эти вот пофамильно, по каждому историческому какому-то свидетельству, чтобы эти мемориальные таблички или все, что было неправомерно где-то установлено, заняли свое достойное место там, где и положено, где есть на то исторические, политические и прочие основания. Спасибо. Спасибо.